Это один из городских торговых складских центров, где власти разместили гуманитарную помощь, прибывшую для пострадавших от паводка. Здесь мешками и мука, и рис, и макароны, и масло, и одежда. Все это помощь от обычных казахстанцев. В течение уже нескольких дней продукты и питание выдаются людям на руки по несколько килограммов и строго по списку. Однако пострадавшие от паводка возмущены тем, что им регулярно стали выдавать одни и те же продукты. Это бутиков склады, хотя мы загонули, там все есть. Что вы видели своими глазами? Там памперсы, много масла, потом консервы разные, постель, вещи, потом варенье, много всего, ведра. А вам что дают? Нам дают только макароны, соль, рис, все, масло еще. Сейчас еще масла говорят нет, хотя там есть масло. Нам на 6 человек дали 2 литра масла, рис, соль и муку, и макароны 4 килограмма. Вас это не устраивает? Ну, как бы масло всем дают по 5 литров, например, даже. А нам так же и заварка, и молоко лежало, а нам тоже никому ничего не давали, ни молоко, ни заварку. Посмотрите, склады полные, да, вон там склад полный, там и все есть. А только дают макароны, муку, сахар, а масла уже нету и соль дает, понимаете, ничего нету. Со слов социальных работников, они привлечены сюда на работу посредством местного САБЕЗа. И склад открывает двери в 9 часов утра. Люди, пострадавшие от паводка, еще в пятницу, мол, устроили на складе настоящий базар-вокзал. Все они требуют не только муку и макароны, но и постельное белье, моющие средства, сладкое и даже мясо. Я как директор торгового центра, я предоставил здесь площади, торговые, складские площади, для того, чтобы эти 60 тонн, 7 или 6 машин, автомашин, КАМАЗ, здесь разместить, для того, чтобы эти продукты где-то там, я не знаю, за их хранение не платить, мы безвлезно предоставили. Но вот с прошлого, получается, четверга, как мы начали с этим заниматься, соответствующие органы, учетом всего этого, вот здесь, например, хранились корнеплоды, которые мы, получается, пятницу на прошлой неделе уже выдали людям. На сегодняшний день вот эти остатки хранятся, да, это макароны, рис, соль, да, от оролтуза, она еще осталась, да, в том же складе. Этим всем должны заняться, как бы, наши полномочные органы, здесь вот работники САБСа находятся, которые снимут эти остатки. На днях представители Маслихата якобы приняли решение выдавать гуманитарную помощь на руки председателям садоводческих кооперативов, а те уже должны будут вывозить продукты и другое необходимое и сами раздавать жителям дач. Однако население, видимо, от недоверия продолжает осаждать складские помещения. Более того, посредством соцсетей пострадавшие выходят сами на власть имущих и требуют обнародовать, какие конкретно продукты питания имеются на складах. Тут и ответ от Акимата подоспел. Рис, молоко, соль, макароны, гречка, и то мало перловая крупа, горох. Вот что есть. От такого гамма в шоковом состоянии прибывают и сами соцработники, которых, как волонтеров, чиновники привлекли к выдаче продуктов. В прошлую пятницу, к примеру, возмущенную толпу усмирял полицейский наряд. Лиза Цакива, Лимжан Молдобеков, программа «Факт».